Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хван. Я вас приветствую на канале Процветок. В наших роликах мы не раз обращаемся к теме здорового образа жизни, в том числе к вопросам питания. Питание является одной из важных составляющих нашего образа жизни, ведь с ним мы получаем массу разных питательных веществ. Налаживание правильного питания является залогом нашего здоровья, ведь мы то, что мы едим. Мы несколько раз делали опросы о хлебе, о темах, связанных с хлебом. В одном из роликов мы говорили о том, сохраняются или не сохраняются дрожжи в мякише хлеба, ведь сейчас так много такой какой-то фейковой информации относительно вреда дрожжей, относительно того, что дрожжи сохраняются в мякише, живут в нашем организме. Там какие-то мифические термофильные дрожжи, которые там у нас бродят, создают дискомфорт и вредят нашему организму. С этим всем мы разбираемся и пытаемся все-таки привести знания и образ жизни в нормальное здравое состояние. Пришло время поговорить о глютене. Глютен является неотъемлемой составной частью любого хлеба. Глютен это в сущности запасной белок зерен зерновых растений. Он содержится в большом количестве пшеницы и в разном количестве в разных других злаках. В оржи, в других злаковых растениях глютена также достаточное количество. Кроме того, глютен мы можем встретить с вами в продуктах, которые, ну, казалось бы, на первый взгляд не должны содержать подобного рода белки. Может быть, соусы какие-то овощные или еще что-то. Однако же, глютен или, как раньше его называли по-русски клейковина, содержится в виде загустителя в очень многих продуктах. Ну, теперь составы пишутся достаточно подробно, хоть и мелко и неудобно читать, однако же, при желании можно всегда рассмотреть наличие или отсутствие глютена в продуктах питания. Надо сказать, что глютен в свое время, по крайней мере, я хорошо помню советских времен, очень широко использовался для диетического питания. Выпускался вот такой вот белковый хлебушек, вот он точно такой же был в моем детстве, назывался хлеб белковый. Сейчас в Беларуси выпускаются разные сорта подобного хлеба, и всех на них написано то, что, в общем, было написано и раньше, или то, что о нем говорилось, то, что этот хлеб предназначен для диетического питания. В старые времена, в советские времена он выдавался и продавался для людей, больных с сахарным диабетом. Количество глютена, которое содержится в этом хлебе, может быть больше, меньше. Вот в этом содержится белков 22,2 грамма, вот в этом хлебе белков содержится 26,4 грамма, то есть побольше этого глютена сюда добавлено. Те, кто стараются употреблять меньше углеводной пищи, но все-таки не могут отказаться от хлеба, конечно же, выбирают подобного рода хлеб и говорят, что, в общем, ничего плохого с ними не происходит. С другой стороны, люди, которые употребляют особенно вот такие вот хлеба, тостовые хлеба, вот у меня более-менее диетический овсяник, очень вкусный, кстати, нашим хлебозаводом минским одним из производится, я его очень люблю, у него в составе добавлен глютен. Глютен является одним из улучшителей хлеба, улучшителей выпечки. Если вот у вас на столе такой пышный, ноздрятый такой мягкий хлеб, то чаще всего это означает, что туда было добавлено дополнительное количество клейковины, ну или глютена, как если переводить с английского языка, теперь это слово модное вошло в обиход. Давайте разбираться. Дело в том, что существует генетическое заболевание, которое называется целиакия, оно связано с полным непереносимостью глютена. Целиакия болеет очень небольшая доля людей, популяции, настолько небольшая, что в принципе нет никакого смысла производить массово продукты без глютена и нет смысла там какие-то давать предостережения о том, что в продукте содержится глютен, потому что на самом деле количество людей очень небольшое. Но теперь общество, к счастью, поворачивается лицом к людям с подобного рода проблемами, относятся к ним уважительно и тем, кто болеет фенилкетонурией, вот часто пишут, что продукт является источником фенилаланины, это важно для них. Ну и соответственно для людей, которые больны целиакией, что вот эти продукты содержат клейковину. Ну то, что хлеб содержит клейковину, можно и не писать. Почему? Потому что понятно, что клейковина нормальный компонент любой зерновой муки. Но, конечно, на соусах или иных подобного рода продуктах стоит писать для того, чтобы люди были предупреждены. Потому что целиакия – это смертельно опасное заболевание, к сожалению, очень-очень серьезная патология. Если у вас целиакия, вы не можете об этом не знать, особенно если вы взрослый человек, потому что это очень-очень сложная и серьезная патология. Однако же, уже примерно на протяжении, ну по крайней мере, 15 лет, все время, на Западе гораздо раньше уже начали говорить о том, что глютен вреден и для здоровых людей. Что же изменилось в нашем организме, что поменялось в нашем теле? Ничего не поменялось. Мы какие были, такие и есть. Наша физиология по отношению к глютену никаким образом не поменялась. На самом деле поменялся сам глютен. Вот примерно 40% людей, которые участвовали в нашем сообществе в вопросе, они считают, что хлеб в принципе вреден для здоровья. И подозреваю, что именно из-за высокого содержания глютена и той рекламной кампании без глютеновых продуктов, которая сейчас ведется очень-очень широко повсеместно. Примерно 30, больше 30% считают, что ГМО-продукты являются достаточно опасными, и они с ними бы не хотели иметь дело. Однако же и без всяких ГМО, без всяких генетических модификаций, продукты, которые мы употребляем в пищу, современные продукты, изменяются. Вот поменялся сам глютен. Дело в том, что зеленая революция дала очень такой серьёзный импульс к развитию селекции пшеницы. По современным данным, примерно 5% белков, которые содержатся в пшенице, разные группы, но в том числе те, которые входят в состав клейковины, это не один белок, это какая-то большая сумма белков, вот примерно 5% из них в результате нормальной традиционной селекции, путём скрещивания, гибридизации, в том числе межвидовой гибридизации, когда пшеницу скрещивают с другими зерновыми растениями, будь то и гелопс, будь то ещё какие-то другие дикорастущие виды зерновых растений, для того, чтобы придать им большую устойчивость к болезням, к вредителям, к неблагоприятным условиям, сделать их более технологичными, более урожайными, селекционеры прибегают к подобного рода традиционным технологиям, то есть там пинцетиком и руками все работают, никакой такой сложной генетики молекулярной там нету. Так вот, примерно 5% белков на сегодняшний день считается, что изменилось из-за обыкновенной традиционной селекции. И люди действительно стали замечать, и это абсолютно объективный факт, что люди стали страдать такой повышенной чувствительностью к этому глютену, к пшеничному белку. Как это проявляется? Это проявляется в виде избыточного воспаления, это проявляется в виде боли каких-то в кишечнике, это проявляется в виде ненормальной работы кишечника, дисбаланса работы кишечника. У кого-то вызывается послабление, у кого-то вздутие, у кого-то запоры и так далее. Самое страшное, что происходит в случае непереносимости вот этих современных белков пшеницы, это не связано с целяйкой никаким образом, это связано с особенностями организма, который не воспринимает современные белки, которые были получены современным образом, селекционным путем в современных сортах пшеницы. Так вот, они вызывают сильное воспаление в кишечнике, барьерная функция кишечника нарушается, и различные аллергены, различные вещества, в том числе достаточно токсические, начинают потихонечку преодолевать этот барьер, даже бактерии могут преодолевать этот барьер, попадать в кровоток, попадать в наш организм и вызывать там очень нежелательное явление. Как же узнать, обладаете вы таким вот свойством непереносимости глютена? Ведь, понимаете, если бы вы обладали действительно сильной непереносимостью глютена, то съев кусочек хлеба, особенно белкового или вот этого пышного, толстого вот такого с добавлением глютена, вы бы про это сразу узнали, вы бы просто заболели. Но на самом деле коварность этого коварства в том, что он подтачивает вас потихонечку, да, вы просто постоянно чувствуете какой-то дискомфорт, вы постоянно чувствуете какую-то усталость, вы постоянно чувствуете ненормальную работу кишечника, вы постоянно чувствуете какие-то аллергические проявления, что-то где-то чешется, что-то какой-то кашель ненормальный, какое-то чихание и так далее. Вот как же узнать, переносите вы современный глютен или вот эти все причины и явления являются следствием непереносимости современных пшениц? Просто на 3-4 недели откажитесь полностью от хлеба, от хлеба, от любых продуктов, которые содержат муку. Не обязательно только пшеничную. Просто откажитесь и все, и больше не употребляйте. И если ваше состояние через 3-4 недели улучшится, без макарон, без хлеба, без каких-то соусов, которые содержат муку, без любых мучных изделий, если ваше состояние улучшится, если вы будете чувствовать себя лучше, то в этом случае вам действительно придется полностью отказаться от пшеничного хлеба и продуктов, содержащих пшеничную муку или пшеничный белок. Если же ваше состояние не улучшится и в любом случае не улучшится, вы не станете чувствовать себя лучше после отказа от хлеба, это означает, что вы абсолютно нормально переносите глютен, абсолютно нормально переносите современные пшеницы. Ну что же делать тем, кто не переносит? Перейти на ржаной хлеб. Дело в том, что селекция ржи двинулась не так далеко и не так активно, как селекция пшеницы. Поэтому наш славянский, севернославянский традиционный хлеб, ржаной хлеб, является вполне хорошим продуктом, который содержит еще такой мало подвергшейся генетической такой модификации, ну если даже говорить о классических методах селекции, он все еще представлен теми глютенами, теми белками, которые сродни дикой рожью, диким сородичам. Поэтому можете употреблять ржаной хлеб. Ну то же самое, в общем-то, касается и муки. Наибольший прессинг современной селекции, конечно, ощущает именно пшеница. Поэтому вот такая у меня для вас рекомендация, вот такой вот у меня для вас ответ на многочисленные вопросы, которые вы задаете под роликами о дрожжах, о хлебе и о здоровом образе жизни. Не сразу нужно отказываться от всего, что объявляют вредным или объявляют каким-то таким уже, ну то, от чего надо отказаться действительно в современной жизни. Не надо спешить, надо ко всему подходить осторожно, с умом и, конечно же, очень индивидуально. То, что вещают из телевизора для всех абсолютно, на самом деле вам, может быть, вовсе и не подходит. Но надо пробовать, щадяще пробовать. Я желаю вам всем здоровья, желаю, чтобы вы не болели, желаю, чтобы вы были здоровы и чтобы вы подобрали для себя такой индивидуальный образ жизни, который будет создавать вам большой хороший комфорт в вашей повседневной жизни. Всего хорошего, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok